Благодаря вашей неординарности, искренности, наверное, такой скрометности даже на определенном этапе, жизнь наших горожан, она достаточно яркая, интересная. И многие события делаются запоминающимся, которые не один год потом люди вспоминают. Поэтому спасибо вам огромное за это. Спасибо вам за ваш труд. Спасибо за то, что вы не позволяете черстветь сердцам людей в наше очень сложное время. Безусловно, хочется пожелать вам всем в первую очередь счастья, во вторую очередь любви, в третью очередь терпения, потому что трудиться нам предстоит много, потому что наша миссия это духовно воспитывать людей и радовать людей. Ну и безусловно, мы работаем в сфере культуры. Основная наша деятельность творческая, творческая. Новых вам творческих побед, уважаемые коллеги. И я уверен, что лучшее в нашей сфере еще впереди. С праздником вас! Перемены, конечно, в культуре большие. Вот, все совершенствуется, все изменяется. Проводятся так называемые милютинские чтения. Когда я пришла, о милютине вообще нельзя было говорить особенно. Иван Андреевич Милютин тоже считал вот это место, впадение реки Суды в Шексну, таким очень перспективным для развития промышленности. И оказывается, в 30-е годы был так называемый судский проект. Жил был еще сын Ивана Андреевича, милютина Василия Ивановича, который писал в городской газете «Коммунист» о том, что этот новый проект полностью соответствует замыслам Ивана Андреевича Милютина.